Сегодня в Алапаевских магазинах пропали свечи, их все купили. В городе не было тепла с начала отопительного сезона. От обилия самодельных обогревателей вышибло электричество, поэтому пропали свечи. Алапаевск город, где 55 тысяч населения, без тепла с начала отопительного сезона его не было. Лучше всего выживают те, кто живут в собственных избах с печным отоплением. Везунчики перебрались к родственникам в избы. У кого же таковых родственников в избах нет, мыкаются в холоде. В стандартных пятиэтажках в квартирах теплее 5 градусов не бывает. Температура отличается от уличной, смотря какие отопительные приборы в доме. Плитка с открытой спиралью, например, за 3 часа нагревает воздух в комнате с 1,5 градусов аж до 4. Я пользовалась этой плиткой, обогревалась здесь немножко хотя бы. Удалось поднять до 6 градусов температуру. А как вы спите? Я спала сегодня во всем под тремя одеялами. Укрывшись головой, оставила только маленькое отверстие дышать, чтобы можно было. Но на ночь я побоялась включать электроприборы. И так при 1,5 градусах спала. Обогреватели в магазинах Алапаевска стоят от 1,5 тысячи выше. Не очень-то укупишь. И так у пенсионера к волосу дымом встают, как подумают, сколько же им придется платить за электричество. Пенсии для пенсионеров, кстати, в Алапаевске уже нет 3 месяца. И это не первая такая холодная зима, а уже третья по счету. Но в те зимы в жилье жили в кофтах, а в эту зиму без шубы телогрейки не обойдешься. Цветы в Алапаевских квартирах не выживают, поскольку вымерзают. Детей растят непонятно как. В квартирах плюс 3. Ну, мне две кофты. Валенки иногда одеваю. Ну, мы спим в одной комнате. Мы с Женькой на диване, мама с папой на кровати. Валенки. Все в Валенке. Верный призыв в таких условиях. Спасение утопающих – дело рук их самих. В пятиэтажках устанавливают печки. Регулярно жители выходят на добычу дров. Сруили она, посруили на печке-то, а люди-то повыкидывали из печки-то. А сейчас вообще колевает. У меня девушка сходит, нас обирает, да подтоплю. А что, я утром не стопила, а уже она у меня холодная, вон. Вот, уже теплик, как-то вот. И все, и вечер, вон, все, вон, еще насобирали, вон, дров, туда еще закутали. Вечер подтопим еще. Вроде бы про закутанных людей в морозных квартирах повествовалось где-то в курсе истории. Гражданская война, разруха где-то там. Как воспоминания об этом героическом прошлом печка-буржуйка. Как работает обыкновенная. Вот стопка, вот эта самая труба. Здесь как, ну, типа теплообменника, и все. А трубу куда вы вводите? В форточку. Сейчас железо порежем. Ты с коленой делаешь, да? Да, колено там есть. Вот где-то там лежал, я убрал. Хотя, возможно, что печи эти, не воспоминания о прошлом, а воспоминания о будущем, призрак энергетического кризиса, бродят по Свердловщине. Что бы там ни говорили о пользе закаливания в условиях почти арктического лапаевского хладного ужаса, в это верится с трудом. В больницах точно так же, как и везде, близко к нулю. Эти обогреватели поедают много кислорода, и детям, особенно с бронхолегочной патологией, в таких условиях лежать практически невозможно. Соответственно, это влияет и на результаты лечения. Корреспондентам ТАО посчастливилось увидеть самое теплое место в Лапаевске. Это шестидневное дитя в Квезе. Иначе в инкубаторе от девочки отказалась мать, впрочем, уже есть усыновители, собирают документы. Шестидневной девочке тепло, плюс 33 градуса в инкубаторе. Вот таким образом начинается ее счастливая, надо надеяться, жизнь. Теплее и уютнее место в Лапаевске, надо полагать, нет. Детская больница перешла сейчас на режим дневного стационара. Дети днем лечатся, а потом уходят домой. Обогреваются обогревателями только две палаты. Одна для новорожденных, где дитя в Квезе, и вторая девочка трехмесячная, под тремя одеяльцами и с грелкой. Вторая палата для детей постарше. Все вместе мальчики, девочки и три обогревателя. Маталаска, кофта, колготки, геттеры, штаны, мусорские, два брата, а дома три сестры, нас четверо сестров. Сестров четверо. Две белых и одна черная. Ой. Нет, две черные. А я только поступила. Как видите, на умственных способностях детей мороз еще не сказывается. Дети не забыли даже школьную премудрость. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72. Болеть в Алапаевске стали намного больше. И не только дети. Муж у меня в больнице положил, у меня на третью душе не спать будет. И у вас тоже плохо со здоровьем? А? И у вас тоже со здоровьем плохо? У меня со здоровьем плохо. Я по болезни переводят, 130 переводят по болезни, по ногам. И вообще болеют. У меня же это, как его, по работе работает, как она называется, болезнь-то. Вот так люди живут. А так они работают в шубах. В конторах Алапаевска служащие сбиваются в одну комнату для тепла. Растения типа такой вот монстеры погибают хладной смертью. Компьютер и оргтехника работать в таком холоде отказываются. Вот грязнём с водой, вот промерз на 10 сантиметров примерно. Уже компьютером с водителями было снятие в стол. Вот такие холода стоят в Алапаевске. Вообще стремление к теплу, получаемому в благоустроенных квартирах извращёнными способами, чревато бедами. Множество включённых обогревателей, в том числе и самодельных, типа Козёл или других каких, нарушают электросети. Срабатывает система энергозащиты, электричество отключается. В некоторых холодных домах по неделе нет света. Вчера, например, два микрорайона Алапаевска, Центральный и посёлок Октябрьский остались без света. Сегодня, впрочем, свет дали, но по всему городу время от времени дома лишаются электричества. Далее обогреватели, нацепленные без меры, вызывают короткие замыкания и, соответственно, пожары. Алапаевск на сейчас в два раза перекрыл областной показатель по количеству погибших в пожарах. Вообще, в арктическом Алапаевском ужасе есть два момента. Во-первых, Алапаевск стал как бы опытным полигоном для откатки сценария «Холодная зима-98». Кто знает, что ждёт, например, Екатеринбуржцев. Надо бы перенимать опыты. А во-вторых, снова о вреде цивилизации стоило ли переезжать в многоэтажные, как бы благоустроенные дома из ИСП, чтобы в квартирах якобы со всеми удобствами ладить буржуйки. Катастрофическая ситуация, сложившаяся в Алапаевске с теплом, вернее, с его отсутствием, вызвала бурные обсуждения в высших слоях свердловских политиков. Эту тему в понедельник обсудила областная дума и приняла обращение к премьеру Алексею Воробьёву о первоочередных мерах по финансированию и приобретению для Алапаевска 3000 тонн мазута из Самары. Вице-премьер Виктор Штайер сообщил, что в течение этой недели мазутное топливо должно прийти в город, однако уже кончается четверг, мазута нет. Кроме того, 1100 тонн мазута были взяты в Уфе из партии, которая предназначалась для отправки в Новую Лялю, но и этого сугревающего пока в Алапаевске не видали. Однако правительство области очень надеется, что мазут все-таки прибудет в замерзающий городок и его хватит на декабрь. А в январе по плану в Алапаевске должен вступить в действие газопровод. Одна из котельных перейдет с мазута на газ и тогда у алапаевцев прям глаза разбегутся, чему радоваться больше, теплу или Новому году. При этом горожане замечают, газопровод у нас новый и мы первые три года сможем за газ не платить. А вот тут-то и вылазит главный аспект проблемы, причина, почему нет тепла в городе. Этот городишко всегда был дотационным, он всегда сидел у области на шее, этакий акцептор. И подобная ситуация с отсутствием в городе денег на топливо была всегда. Очень тощий городской бюджет, даже к зиме поднапрячься и подготовиться Алапаевск не может. Позапрошлую и прошлую зимы уже было плохо, мерзли, но худо-бедно протянули. В эту зиму тоже есть возможность протянуть, уже ноги. Этой зимой, то есть сказать точнее еще осенью, все нищенское положение Алапаевска обострилось и дало страшные метастазы. Вице-премьер области Виктор Штагер заметил, что можно было бы в этой ситуации обвинить Алапаевского мэра Юрия Валова. Именно так. Его избрали городоначальником в сентябре 96-го года, но Вала денег в горкозне не появилось. Не сумел городской голова наладить такие коммуникативные связи, чтобы выбивать деньги для своего нищего городка. Однако Виктор Штагер сказал, что в данной ситуации нужно не обвинять неопытного мэра, а помогать городу, спасать людей. А то ведь недалеко и до апокалиптичного киносценария шел 2037 год, на планете стояла ядерная зима. Среди самых экстренных мер по спасению города-холодца правительство области видит. Привоз пяти, а потом десяти цистерн мазута Валапаевск, снова Свердловской ТЭЦ. Взятие мазута из госрезерва и приобретение 900 тонн угля. Это в ближайшие дни. А к Новому году в город дать газ и поставить этот рефрижератор на разморозку. Ну а пока загаживания города не случилось, Алапаевский народ пачками пишет слезные жалобы в разные инстанции. Помогите! Они так и умоляют. Сос, сос, спасите наши души. В наших душах нет горячей воды. Например, вчера министру по чрезвычайным ситуациям Сергею Шойгу 542 Алапаевца подписали и направили такое письмо. «Мы, жители города Алапаевска, обращаемся к правительству РФ и к вам, господин Шойгу лично. В нашем городе сложилась чрезвычайная ситуация. Нет мазута, угля. В течение недели температура в квартирах 0,4. Детские учреждения, школы закрыты. Постоянное отключение электроэнергии. Люди живут в холоде и темноте. Просим вашей помощи». Конец цитаты. «Мы обязательно будем следить за страданиями маленького, но фригидного города Алапаевска в цикле «Холодные точки планеты». Продолжение следует.